У меня был маленький ребенок, да? Я бы с ним сейчас был. Мои дети взрослые. Они живут сейчас отдельно. Было бы, было бы, в тех позициях, как сегодня, было бы, но я не могу ребенка держать дома в заферти. Я не могу его держать все время в одной комнате, не выпускать никуда. Я хочу, чтобы я с ребенком мог пойти спокойно погулять, чтобы ребенок не боялся дядю в форме. Он раньше был дядя Степа, это был защитник. А кто сегодня дядя Степа? Кто он сегодня? Он защитник, он первый враг. Для ребенка он первый враг. Они боятся этих детей. Дети, наверное, боятся этих детей. Но там у них есть еще один шаг? Нет. Потому что эти дяди сейчас на каждом шагу, и они делают то, что не должны делать дяди. Они должны защищать этих детей. Должны вас, меня защищать. А делается все наоборот. Все наоборот. Оно перевернуло все это. Если вы, много говорят сейчас, да, вот есть митинги, там ссылка на Францию, на Америку и так далее. Там показывают, и мы это видим, когда переворачившиеся машины, жгутся все подряд. У нас за два месяца хоть одну машину перевернули. Кто? Покажите мне. ОМОН перевернул? Да. Покажите мне, кто еще перевернул? Где тогда? Покажите мне, кто перевернул машину. Андрей, где здесь еще? Где есть? Девушка, я не поверю этому. Я вам не поверю. Если это одна машина перевернута была, я абсолютно уверен, что когда были первые события, там были провокаторы, которые реально провоцировали. И такие есть, радикалы есть. И я их не поверю. А почему вы уверены, что в сегодняшней толпе нет провокаторов? Потому что даже призыв, который говорил в головах, как вы сказали, который человек шел в головах, он говорил, ребята, не надо ничего делать того, чтобы вас за что-то могли наказать. Перепреждают. Не надо никого там называть, какие-то словами там и так далее. Мы пришли тихо, мирно. Мы же хотим жить в мирной стране. Мы не хотим никого оскорблять. Мы не хотим, чтобы нас оскорбляли. А нас оскорбляют на каждом саду. Вы уверены, что это эти люди?